всем привет дорогие друзья сегодня я вам расскажу про пакет морских документов требуемый для работы на торговом судне название этого видео было стоимость морских документов 2020 году кого-то она возможно заинтриговала с целью того что кто-то не хочет учиться и кто-то хочет их просто купить но всех предостерегают этого это мое личное мнение я никогда этого не делал и делать этого не собираюсь почему потому что в данный век технического прогресса все номера документов вся документация находится в общей базе данных и любой документ можно пробить включая медкомиссию да да что там говорит все документы вот на дворе у нас 2020 год и документы будут и стоимость их будет на этот год то есть документы я менял будучи списавшись судно в мае месяце точнее даже не в мае а уже позже в мае месте конце мая списался две недели я сидел с конца мая по начало июня в карантине потому что тогда были правила для въезжающих из границы находиться в карантине две недели и поэтому находился в карантине вот но проблема заключалась в этом году не в том что там карантин еще что-то а действительно в карантине а в том что тренажеры и все тренажерные центры были в какой-то период времени закрыты то есть хорошо вот я успел тык впритык можно сказать что концу сентября получить все документы то есть июнь июль учебы просто физически не было все было закрыто в плане плане учебы той что где нужно твое физическое присутствие то есть до пару документов и на курсы продления диплома я прошел онлайн это все официально онлайн по skype у сдаешь экзамен и потом по почте получаешь сертификат об этом скажу попозже вот то есть два документа я сделал таким образом и потом пришлось выжидать то есть получается июнь июль июль июнь июль ничего не было все было закрыто его уже к началу потом начался старт открытий и я все заранее везде позвонил договорился приехал записался и шаг за шагом быстро 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 все проходил то есть без промежутков и соответственно получив сейчас даже не помню назовем 25 сентября диплом то есть сделал диплом уже новый я 20 25 сентября сделал 29 я уже был на судне то есть я все во время успел ровно четыре месяца я был в отпуске никого не подвел как сказал сделаю так и сказал сделаю вот в принципе вот вкратце о проблемах этого года но так раньше проблем не существовало приезжаешь в отпуск записываешься и степ-бай-степ говорится шаг за шагом проходишь в том порядке какой тебе необходим для продления или повышения мы называем продление или повышение то есть данном случае мне нужно было продлеваться то есть у меня уже все у меня уже край капитанский диплом не уже дальше некуда как бы а вот если кто-то вахтенный помощник старпом и они соответственно его продлевается либо имея стаж на плаванный стаж они повышаются вот в начале видео я вам показал такая небольшая заставочка по документам а теперь я расскажу здесь у меня на столе все я разложил тут дополнительно я потом расскажу о других сертификатах необходимых по требованию компании также я составил даже не прайс-листа список цен на сертификаты которые я потратил цены я буду говорить с учетом с учетом сейчас скажу как называется с учетом банковских сборов то есть при оплате допустим сертификат стоит столько-то ты пойдешь идешь сбербанк или другой банк оплачиваешь тебя занимается комиссия сбор поэтому все это я сюда включил и покажу сразу скажу что пакет документов я менял полностью паспорта про паспорт есть стать и отдельное видео туристический паспорта simons book все 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 комиссии медкомиссии все сертификаты вот ну что ж тогда 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 продолжим покажу уже как говорится от первого лица с названиями и в конце я озвучу вам цену на состояние на 2020 год по смене вот на дворе у нас декабрь месяц что у нас там творится я пока не знаю с ребятами с которым переписывались говорят что пока в штатном режиме все тренажеры работают но где-то ждут там вторую третью волну коронавируса я поэтому не знаю то есть я в принципе успел все сделал и теперь на пять лет скажем так спокойно работаю не дергаюсь вот кто-то подбивает документы там на продлении на 2 на год у кого как получается но я по жизни стараюсь старался и стараюсь и наверно буду стараться не дай бог работать делать сразу все документы на пять лет что просто сделал и забыл забыл работаешь спокойно и не отвлекаешься то есть в течение там четырех с половиной лет четырех лет грубо говоря спокойно работаешь и не думаешь что тебе каком-то из отпусков нужно там и какой-то очередной документ менять или продлять или еще что-то так что вот ну ладно продолжим уже от первого лица ну что друзья поехали дальше как говорится вот мой вот моя кучка документов необходимых для работе для работы на судне поэтому сейчас мы все это сложим аккуратненько в пачечку и я вам покажу какие документы и расскажу что все это означает все все что это безобразие означает так это да это сюда это сюда так поехали основное значит что у нас получается новый документ новый диплом уже выглядит вот так я вам буду показывать на примере старых документов которые уже аннулированы и не действительны дабы не было ни у кого соблазна использовать номера и все прочее есть и такие люди шаловливые используют документы хотя и говорят но я как бы не переживаю потому что все это уже все все что я вам покажу все уже закончилось другой пакет документов у меня лежит у меня в другом месте уже рабочий ну что вот это вот самый главный документ это рабочий диплом то есть если бы я был если бы дома делал видео я бы начал бы рассказ а я тогда сейчас начну что все начинается с с мореходного училища где вы получаете сначала работ ученический диплом как мы его называем по специальности ученический там техник судоводитель техник судомеханик среднее образование инженер судоводитель инженер судомеханик высшее образование а вот я свое время получил образование техник судоводитель судомеханик это у нас получалось прибрежное плавание и эксплуатация судов в морском плавании на вот и служебно-сопомогательный флот то есть мой первый рабочий диплом был техник судов сейчас скажу вахтенный помощник с промо эксплуатации сэу судовых энергетических установок и на судах сэу не помню по киловаттам сколько было а судах до 5000 регистровых тонн то есть было была такая еще специально свое время может где-то она еще есть но мне уже это не интересно все пришлось переучиваться то есть до 5000 регистровых тонн можно было работать но я я по ней не работал пришлось получать чистого судоводителя потом переучилась то есть у меня получается два средних образования высшее образование я поп я пробовал учиться три курса поучился на управление в академии и потом меня так сказать отчислили как бы но это уже другая история на вот очислились заочного отделения хотя все было сдано ну ладно поехали дальше то есть получив ученический диплом выпад предоставляете справки о плавании а 12 месяцев то что были если на на судоводителя матросом если на судомеханика то мотористом 12 месяцев вы получаете арбезу первый свой рабочий диплом вахтенного помощника или вахтенного механика вот дело уже нет не про это все уже это было былью поросло это было уже много лет назад поэтому поехали по теме разговора то есть рабочий диплом вот так он выглядит это у меня диплом капитана то есть я могу я дипломировал как капитаны могу занимать должен соответственно капитана ну и если необходимо младших помощников заменять вот это вот старый образец раньше был конечно корки красивые не эти а еще которые выдавали в конце 90-х в начале двухтысячных там были плотные такие корочки серьезные еще таких этих образца ссср то есть поехали вот самый главный документ рабочий диплом все прописано ля-ля-ля подготовки мы раньше вписывались подготовки сейчас это уже нету сейчас вот как их называя корочки то есть поехали рабочий диплом то есть для получения рабочего диплома изначально как я говорил необходимо было необходимо предоставить справки о плане в принципе как и сейчас то есть при продлении диплома я предоставляю справки о плавании за определенный период за так получается за 5 лет нужно год наплавать за полгода три месяца то есть должности чтобы продлить диплом то есть даже если будучи имея капитанский диплом можно плавать в принципе старпомом и предоставлять справки и получать продлевать капитанский диплом вот то есть я предоставил справки и продлился как я уже показывал форму уже совершенно другая такая вот чепушневая листа 4 мягкий кто-то его ламинирует я просто храню в твердой папке чтобы не измялся поехали рабочий диплом так что у нас дальше это тоже уже старый образец диплом оператора глобальной морской связи спутниковой связи при бедствии диплом оператора гмссб назовем вы просто радиосвязь диплом радиосвязи тоже отдельный сертификат то есть где-то я застал еще радиооператора 1998 году 1999 девятом его уже просто списали из-за необходимости потому что все штурмана приходили уже с дипломами операторов связи то есть их тоже два типа существует диплом ограниченного района гмссб это вахтенные помощники без цензы цензыч который не наплавали и вот кто уже наплавал ценз представляет справки плавание получает диплом уже чистого не верну назовем это не ограниченный оператор гмссб не будет 20 подробностей диплом связи так относящиеся к делу поехали вот соответственно чтобы работать и уезжать за границу нужен туристический паспорт туристический паспорт и этот уже показывал вам видео мне такое я думал будет сухое видео но получилось интересное так сказать освежили памяти все поездки поехали паспорт тоже менял потому что он у меня закончился даже не по сроку действия а по количеству страниц паспорте кому интересно посмотрите я рассказал с паспорте закончили страниц пришлось менять хотя паспорту 10 лет 9 лет было из 10 он уже закончился мореходная книжка вот раньше был паспорт моряка в дополнение к паспорту туристическому мы ездили по нему в паспорте моряка была у тоже так сказать тоже прописка вот сейчас ее заменили симонс буком и и он у нас получается он у нас получается бессрочный поэтому он у меня остается вот и вот еще такая есть бумажка это называется удостоверение личности моряка симонс идентики документ симонс симонс айди точнее он даже оси паспорте сифа из идентики симонс айди удостоверение личности моряка тоже у меня закончилась был пятилетний вот он феврале феврале даже следующего года но я подбил все как я уже сказал все подбил под под пять лет и тоже его заменил вот вот такие вот стрёмные фотографии вот у кого не посмотрю все-таки похмелье все пухшие какие-то получают вот тоже менял получил новый тоже пакете документов так для получения соответственно нужна медицинская комиссия в сертифицированных медицинских учреждениях в архангельске у нас два заведения одно государственная поликлиника имени водников имени до поликлиника водников мы называем еще есть негосударственная поликлиния не государственная поликлиника в которой может проходить нового наша компания и и не считает как бы сказать не то что сертифицированные то есть оттуда медкомиссия не принимается то есть мы проходим в одном заведении но вот с медкомиссия свежего мне книжечка медицинская прошел я вот комиссию все но помимо того что она нужна если вы проходите и россий с российским подтверждением то она на на год она действительно вот и у нас есть возможность получать подтверждение королевства бельгии она выдается на два года об этом позже комиссия нужна была при продлении диплома все тоже делал вот поехали у нас по сертификатам сертификаты вот такая вот пачка поехали так если 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 так порядок я думаю какой ну хорошо тренажеры по я их называют их их называют саласа от слова соус сейф сейфов о лайф от всей спасите наши души в море это конвенция конвенция ну обо всем скажем так регламентирует все аспекты безопасности жизнедеятельности на море спасательные средства все 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 в нее включено все вот я их называю мы их называем по названию тренажерных центров архангельска либо котлас либо белокаменьку ты сделал котлоса сделал котлоса или сделал белокаменку вот это не что они себя включают так начальная подготовка по безопасности вот сертификат тоже все все уже аннулирован а все тоже старая вот на английском на русском языке начальная подготовка по безопасности специалист по спасательным шлюпкам и плотам дежурным шлюпкам не являющимися скоростными дежурными шлюпками профессии и survival крафт набора руля не буду главное тут читать зачитывать следующий расширенная пожарка мы называем борьба с пожаром по расширенной программе advanced firefighting вот такой сертификат оказание первой медицинской помощи medical first aid вот это для всех для старшего комсостава необходим дополнительный сертификат по медицине медицина так и называем говорим медицину нужно расширенную получить то есть она называется медицинский уход medical care вот если эти сертификаты вы получаете в одном месте то тут нужно ходить в поликлинику где специалисты те же врачи доктора приходят и вам рассказывают о разных болезнях о путях их предотвращения и прочее вот вплоть вплоть до принятия родов все прочее там зашивание швов раны ну впрочем основной поверхностно конечно но уже более расширена и углубжена как говорится вот medical care 1 медуход поехали дальше это у нас по по этому самому по спасению назовем это это уже пошли на эти штурманские использование радиолокационной станции он же радар радар использование системы автоматической радиолокационной прокладки сарп проходится вместе вместе с радаром вместе они работают вот это новые современные веяния ну конечно я первый раз получил такой сертификат 2004 году как ознакомительный по три по просьбе капитана потому что придя уже в эту компанию у нас стояли вспомогать как вспомогательные электронная картография стоялась по к основным бумажным картам электронная картография стояла как вспомогательные поэтому меня попросили поучиться и по его с тех времен учусь использование электронной картографической навигационной информационной системы он же и книж или по и по английски и гдис электронные карты то есть на нашем судне бумажных карт и пособий уже нет все в электронном виде все в электронном виде как книжки такой карты вот как начал нас немножко покачивать так что ламинатки может по покатиться вот в дополнении старпом и капитаны перевозка и 2 сертификата перевозка опасных грузов перевозка опасных веществ на судах навалом в упаковке и 2 и же не за ним следует но как как оказывается не обязательно но я получаю транспортировка опасных грузов согласно федеральных правил сша как бы то есть кто на штаты работает но чем кажется не шутит всякой жизни бывает пригодится а вот в нужный момент его от можете не оказаться можно как компанию сменить моментально и нету времени учиться поэтому пусть будет поехали дальше после 2000 года когда там была у нас теряки то в сша то есть мировое сообщество заботилась проблемам безопасности охраны и вело вело такую учебу по охране по охране судов то есть я сейчас точно не буду но я получаю как капитан я являюсь лицом командного состава ответственным за охрану даже не ним а шип security офицер офицер по охране офицер по охране то есть помимо этого мне помимо всех этих документов мне необходимо получить такой же сертификат полный то есть есть лица то есть если рядовой состав ребята получают там начальную подготовку по этой вот по этой теме мне нужно получать уже мы его прямо так и называем шип не это подготовка шип security офицером судового офицера по по охране а вот такой сертификат так это у нас сертификат называется организация и несение ходовой навигационной вахты bridge team and resource management вот это уже дополнительные сертификаты это уже дополнительный то есть если так ну ладно не буду так и сертификат маневрирования управления судном ships handling in manuring это сертификат необходим был для тех требований компании для стартовых которые метят в капитаны скажем так то есть для смены диплома что у нас нужно для продления или смена диплома есть определенный пакет документов которые именно необходимо все остальное является либо требования компании либо еще там что-то то есть чтобы сменить диплом нужно диплом оператора гмссб вот эти пять курсов получается 44 кроме медухода медуход уже является вспомогательным вспомогательным для для старшего комсостава то есть 4 эти сертификата 2 по радару и чтобы не иметь ограничений нужно иметь картографию зачем тебе диплом с отметкой без картографии если можно получить у тебя будет без ограничений вот это вспомогательный документ назовем вот так для ну чтобы для простоты понятия вот это тоже обязательно подготовка командного состава для получения диплома он необходим это является вспомогательным документами то есть управление судном и управление навигационной ходовой вахтой так помимо этого для на судах под российским флагом нас прошлый раз заставили пять лет назад я тоже получил сертификат об аттестации по военно-морской подготовке то есть выдан там мне в том что он там прошел военно-морскую подготовку учебном методическом бля-бля-бля кабинете на должность и допущен к плаванию в условиях международных конфликтов непосредственно угрозы агрессии или агрессии против российской федерации вот такая фигня то есть если прошлый раз на заставляли в этот раз мы сказали как бы мы почти не под российским флагом и разрешили как бы не делать но в любое время в принципе могут попросить насколько он у меня он меня до января 2021 года действительно но если попросит будем менять хорошо поехали дальше так помимо того что чтобы работать на судне сюда находится под разными флагами поэтому еще помимо того что у вас есть основной диплом вам еще нужно дополнительно подтверждение к диплому то есть к рабочему диплому диплому оператора гмссб и к диплому подготовки диплом ошибся крютифицер то есть вот у меня три бумаги вот я их тут сильно отсвечивать не буду то есть это так как наше судно работает под флагом барбадоса то есть у меня есть три подтверждения к диплому от барбадоса все это пришло официально все бумаги а вот подтверждение к диплому барбадоски вот помимо помимо диплома по общего его назовем общего по электронной картографии я еще обучался онлайн на как вот объяснить это именно на эту технику скажем так на эту технику которая у нас установлен то есть у нас стоят карты вертеля транзас то есть я обучался именно для них то есть помимо общего документа вам еще необходимо иметь конкретный конкретный документ который установлен на судник для конкретного оборудования которую снова у вас на суде там допустим на связь или стоит у кого-то стоят допустим карты фуруной или еще какие-то им нужно получить будет фуру фуруновский счет сертификат то есть допустим если у нас компании направит меня на судном другое там стоит фурно мне нужно фурно будет получить вот соответственно еще он так это вот у нас это получается тест алкоголь наркотики и медицинской комиссии то есть комиссия нас как состоит проходишь обычную медкомиссию допустим если под судном на судне под российским флагом было бы достаточно пройти ее а всем подслужникам нужно еще получить международный сертификат или мы называем выписку я и раньше называл выписка на английском языке как такие как ты вот ее так формулировали то есть сертификат международный сертификат медицинский то есть он вот этот бельгийский у меня он выдается на два года потом скажу стоимость офигеть надо было на доктора учиться получить вот эти документы я уже показывал а это у меня новые дипломы рабочий диплом новый рабочий диплом но диплом гмссб и еще я получил на всякий случай не знаю зачем то есть вот такой диплом совершил сигарете офицера то есть принципе вкратце я вам обсказал так что у нас еще так и если вы работаете на судах не сухогрузах а на танкерах вот у меня его пример покажу все это тоже уже заканчивается хозяйство свое время я пытался попасть на танкера или газовозы так немножко не получилось ничего страшного об этом я нисколько не жалею мне здесь хорошо я здесь хорошо а вот и поэтому для работы на танкерах вам нужно еще пройти дополнительную подготовку дополнительно это если вы младше поможете то начальную подготовку если капит с торговым капитан то расширенную подготовку начальная подготовка в отношении грузовых операций на танкерах газовозах и соответственно на нефтяных танкерах и танкерах химовозов помимо этих сертификатов на это сертификат без вот этой бумаги они просто бумажки то есть помимо этих сертификатов нужно получить подтверждение к диплому подтверждение для работы на танкерах вот тут я получал свое время на все на все три типа все три типа у меня прописано но вот пролежал мертвым грузом ничего страшного вот что у нас еще что у нас еще но вот в принципе все теперь самое главное пройдемся вот такая вот у меня незрачная бумажка это у меня было выписано прямо с квитанции об оплате то есть можно принципе посмотреть если в видео будет видно я озвучу озвучу все цены действительны на период июнь сентябре 2020 года включая гос включая пошлину за переводы ну вот просто я говорю начале видео банковский банковский баскет банковская пошлина до курсы продления диплома чтобы его получить курсы продления обязательно вот этот вот который я проходил онлайн от петербурга 13 390 курс электронная картография четыре тысячи триста пять рублей курсы продления диплома оператора гмссб 7210 рублей курсы начальном вот эти вот по безопасности начальная подготовка пожарка специалист по шлюпкам первая помощь медуход 5 сертификатов составила 27000 89 рублей курсы судового офицера по охране тут написал по безопасности там сама себя переправил по охране вот этот сертификат составил 6426 рублей курсы курсы использования радара и сарпа 68 тысяч 652 рубля курсы перевозки опасных грузов 4500 то что требует компании а вот то есть это пакет вот именно морских документов стоимость его составила 71 1572 рубля но это стоили сами курсы вот чтобы получить а еще дополнение да пошли поехали так как я менял улм удостоверение личности моряка смена улм стоит 1300 сдал документы на рабочий диплом заплатил пошлину 1300 рублей сдал документы на диплом оператор гмссб заплатил пошлину для получения 1300 1300 рублей сдал документы на диплом судовой офицера по безопасности на основании этих бумаг 1300 рублей тур паспорт еще мне пришлось сделать 3500 рублей так он стоил сколько 5000 но если на сайте госуслуг заполняя что со скидкой получилось 3 3500 рублей вот подготовка лица командного состава я делал заочно от санкт-петербург от академии от матом от макаровки и поэтому я сдав мне нужно было почта я использовал 9 по срочному мне нужно ничь и дичь и доставка у меня составила 1801 рубль вот медицинский сертификат а международный сертификат медкомиссию про который говорил бельгийской он составил вот видали 5500 рублей это грубо говоря ты прошел медкомиссию приходишь с этой медкомиссии терапевту и говоришь мне нужна выписка но международный сертификат все это естественно просто вот на основании вот этого получаешь за 5 500 вот тот сертификат международный то есть и того 71 572 и здесь вот эти вот дополнительное назвал 16000 рублей и того у меня вышло 87 572 рубля стоимость всего пакета документов которые получал с июня по сентябре вот помимо того что я говорил танкера вам еще нужно заплатить отдельно кто работает на них стоимость я сейчас не помню даже вспоминать не буду вот про подтверждение флага я сказал эта компания делает заказывает вот и про картографию я в принципе сказал вот такой вот расклад ну вот принципе все что я хотел рассказать вот вот такое получилось видео возможно немножко длинноватая но цель которая для себя поставил я рассказал потому что в свое время были вопросы расскажи расскажи то есть как бы возможно это видео будет интересно как и береговым людям работающим на берегу так и в принципе начинающим ребятам курсантам посмотрите как чего разложите себе по полочкам какие документы необходимы какие куда стремиться как чего делать вот если будут вопросы пишите я обращаюсь как бы тем же начинающим морякам и или курсантам как чего пишите кто посмотрит видео будет возможность естественно расскажу вот уже в подробности получения не давался какие нужно сразу делать какие потом чтобы там успеете сделать это уже это уже эта тема отдельного разговора скажем так вот мне хотелось просто показать как это выглядит на самом деле ответить на вопросы зрителей были вопросы задавали как расскажи как чего как лафgrad 3 и соответственно показать цели вот целью не является никакие понты ничего просто показать толка это стоит и на самом деле какой пакет документов необходим для работы в море и сколько это стоит чтобы вот продлить для моей должности продлиться получить весь пакет документов вот в принципе все что хотел рассказать вот даже не знаю что еще добавить в принципе все что хотел расскажу если что-то появится еще я создам скажем так как другую тему и либо отвечу на вопросы либо то что на на думаю например на придумывать таскать то что вспомнил расскажу в отдельном видео вот на этом все спасибо большое за просмотр ставьте лайки пишите комментарии как я вам сказал пишите комментарии кому это интересно вот отвечу на ваши вопросы те кто не подписался на канал милости просим ссылка в описании нажимайте кнопку подписаться можете поставить можете нажать кнопку колокольчика чтобы получать уведомления о новых видео и будьте со мной всегда рад общению всегда рад делать видео для вас особенно всегда рад приятным комментариям кто знает тому привет спасибо большое всегда рад теплым теплым словам вот ну что заканчиваем на этом все спасибо за просмотр всем пока